привет друзья да простите за техническую задержку небольшую мы начинаем наши прямые эфиры четвертого сезона не вредные советы практикум я вас всех здесь жду всем привет еще раз повторюсь что эфиры сохранятся я не буду эту этот момент повторять они сохранятся везде как и всегда мы с вами уже 4 сезона пережили три значит четвертый будет абсолютно такой же как и все предыдущие напишите хорошо ли видно меня слышно а то я уже вижу по всплывающим сообщениям что там в контакте все в панике где же эфир ну так бывает на 10 минут к сожалению я задержалась потому что не получалось подключиться так добрый день всем привет привет и я вам очень рада так ну вот у нас много народу отлично низкий поклон за уроки спасибо что вы со мной мне очень приятно и я вижу что это нужно ну то что я делаю поэтому добрый день очень ждала все отлично видно и слышно супер вот эльвира я рада видеть я вас всех рада видеть я не всех знаю как зовут но не знаю мне кажется аватарки у меня зрительная память знаю всех тех кто следит и пишет мне поэтому hi from india beautiful painting thank you so much рада бачите да друзья i don't understand russian but your art the best i haven't seen thank you so much today i think as i will speak russian mostly but of course i i will answer in english if if you have an equation мы всегда с тобой привет из германии привет друзья привет со всего мира спасибо спасибо большое анна спасибо прекрасно выгляжу ну я надеюсь я стараюсь а high from portugal thank you so much nice to nice to see you today очень рада вас видеть друзья я тоже очень рада вас видеть я знаю правда я не могу не коснуться того что я понимаю что все 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 видят все все знают все смотрят телевизор это все события конечно они происходящие ужасны и я не буду на этом останавливаться я хочу чтобы вы понимали потому что для меня я делаю то что я могу вот и поэтому у нас с вами продолжаются эфиры я хочу чтобы вы на эти час-полтора по четвергам отвлеклись порисовали погрузились в то что мы можем чем мы действительно можем управлять сейчас для себя это своим состоянием и мы можем делать небольшой небольшие шажочки вклада в свое рисование да это то что помогает сильно вот привет из костромы привет так я понимаю что могут быть сегодня какие-то боты сейчас этого много агрессии в много но пожалуйста вы не реагируйте и не переписывайте с ними не усугубляем тут какие-то ситуации поэтому мы в целом с вами обращаем внимание на творчество и на тему эфира вот привет всем и настя так круто спасибо тебе очень рада привет из воронежа привет друзья поэтому давайте такие организационные моменты основные расскажу и потом переключусь уже со своего лица на вконтакте идет трансляция нет вконтакте к сожалению трансляции не идет так как я делаю эти эфиры не от школы и не от своей школы и кстати дальше расскажу вам новости собственно я их делаю из дома просто по телефону и это такой наш формат уютненький он такой разговорный он бесплатный может быть где-то не супер хорошим качеством но он такой очень душевный да и поэтому я не могу вести сразу прямой эфир во всех соц сетях но я веду его здесь я буду сохранять его везде и на ю тубе он сохранится и в контакте он сохранится и всегда можно будет написать какие-то вопросы под фирм я буду стараться на них отвечать так же до света привет привет мумбаи уфа привет ой очень круто друзья и я буду обязательно сделаю после нашей какой-то серии эфиров разбор работ для разбора работ я вам рекомендую если у вас инстану понятно сейчас плохо работает подписываться на мой телеграм-канал и на вк я там также пустова анастасия как и вы можете меня легко найти и там просто более какая-то свежая информация больше движа и так как ну инстаграм у меня остался такой знаете красивой картиночной площадкой а вот какие-то сообщества да вот это вот взаимодействие она в вк сейчас и в телеграме значит в вк я создала группу чтобы вы могли делиться своими работами после эфира там чтобы вы общались потому что это действительно важно наше мне хочется создавать какую-то творческое комьюнити и как бы его вот так вот сохранять да там поэтому она именно там есть там администраторы стараются следить но все равно какие-то боты просачиваются но все-таки все работает вот значит сейчас да лечься от грустного самое то что нужно с марта со встречи передвижники ожидал этих встреч как настя обещала спасибо да обычно я всегда веду невредные советы ну зимой осенью зимой да в сезон и понимаете летом это пленерный сезон я очень то есть он для меня самый напряженный в плане работы то есть когда летом все отдыхают я работаю да когда выходные все отдыхают я работаю то есть у меня как бы все наоборот по графику поэтому летом прям хардкор начиная там с мая и вот только сейчас он закончился очень было тяжело физически у меня были некоторые свои проблемы в августе и сентябрь я их решала и вот сейчас я к вам как бы уже вернулась с новыми силами и мы поэтому с вами возвращаемся значит по поводу книги друзья вижу вопрос значит книга смотрите книга продается везде я наверное не знаю место где она не продается сейчас но по крайней мере она даже в белоруссии в казахстане продается в россии естественно продается то есть электронная версия есть на литрес вы можете приобрести ее и это не будет за сейчас пересылки безумно дорогие то есть я как бы могу поставить выкупить у издательства какую-то часть книг и поставить на сайте но книга будет стоить 1100 пересылка ее за границу 3700 там или 3 потому что книга весит почти полтора два килограмма и сейчас пересылки стали очень дорогие поэтому как бы дополнительно ну я не вижу в этом какого-то смысла продавать от себя плюс продает то есть я на этом я сделала эту продажу в начале она была до февральских событий и я очень рада что я успела разослать книгу по миру когда еще сцена была адекватная и просто своим автографом это была моя личная инициатива потому что это соответственно ну как бы никак вся команда этим занималась то есть книга продается в читай городе она просто продается это не моя книга которую я ее издала она продается в любом магазине почти то есть я не знаю даже в простых магазинах даже в эстонии книгу находили я знаю то есть как бы она просто это как бы я написала книгу она официально зарегистрирована международным там у нее есть вот это вот и то есть когда автор пишет книгу у нее есть вот это и sbm да это значит она заносится в международный уже книжный там каталог и в принципе практически во многих местах можно книгу приобрести то есть вы можете она может не быть у вас но если есть какой-то российский книжный магазин и книжный магазин заказывающий то вы можете зайти вот я знаю что в эстонии так народ делал они просто заходили говорят есть книга не такие в наличии нет но мы можем привести и они привозят эту книгу да то есть это как бы магазин берет на себя и это гораздо вам выгоднее чем ну как бы индивидуально отправлять в три раза дороже доставка чем сама книга вот а в электронной версии есть на литр с то есть можно купить на литр с электронную это очень-очень вот да я успела заказать в анкару так болгария думаю поспрашивайте тоже в магазинах может быть есть спасибо большое вот книгу купили в леонардо собственно книга да вот на вайлд бересе она есть на зоне в общем она есть везде да в этом смысле очень удобно то есть это не книга там самый сдат которую распространяя только я через себя наоборот это такая вот известная уже книга уже у нас по моему третье что ли здание то есть в общем там так что приобретайте и электронная версия на литр с это очень удобно то есть вы я понимаю что физическое лучше да я тоже больше люблю но как бы это возможность купить принципе электронную версию вот значит расскажу вам сейчас еще немножко и мы уже приступим к работе значит о своих ближайших планах значит начнем с того что горизонт планирования у меня как у всех наверное ну с какого-то там до времени стало не больше не знаю там недели вот но я ориентируюсь таким образом что я оставлю какие-то ну то есть у меня есть какие-то планы глобальные они могут сдвигаться по времени они могут немножко перемещаться ну как бы и модифицироваться в процессе но собственно я как бы стараюсь соответствовать им так сейчас отвечу вопрос на каких выставок ближайшее время можно будет видимо моей работы сейчас одна работа будет на выставке мир высокой акварели сейчас она называется на одном дыхании она уже откроется первого числа я буду анонсировать профиль и поэтому вы увидите вот напишите линк для электронной версии смотрите вы просто забиваете меня в яндексе вот максимально нет никакой ссылки пишите кустова анастасия акварель для взрослых все вам вам все ссылки вообще все обо мне куча статей моих интервью все я довольно уже как бы известный персонаж чтобы обо мне информация сразу вылезала ничего не скроешь я как бы шучу но это правда просто с количеством публикаций выставок и фигурирование имени просто это все сохраняется в интернете поэтому никуда это не денешься там это все есть поэтому сразу вам ссылка на электронные версии какие угодно еще выгрузится то есть сразу на все магазины поэтому пожалуйста уважайте труд других все очень просто все можно загуглить и воспользоваться яндексом и любым поисковиком по имени и фамилии художника любого не только меня это не только ко мне относятся если вы пишете художнику 15 тысяч сообщений чтобы он скинул вам ссылку на приобретение его книги я думаю и он еще отвечает или не отвечает вам я думаю что проще просто по его фамилии книга там я не знаю вероника калачева и лизавета залегина прекрасные другие художники и все и вся сразу информация вам будет и вы это найдете за одну минуту вот поэтому и не будете мучиться и ждать и художник тоже не будет нервничать иногда потому что поверьте вы же пишите в этот момент вы как бы вы действительно один у себя вы пишете один а когда аудитория и так напишет 100 200 300 я где-то в день получаю где-то столько сообщений помимо того что естественно это нормально я стараюсь отвечать всем но действительно какую-то информацию и это будет большая помощь если какую-то простую информацию вы сможете найти самостоятельно вот значит по своим так hello александра по своим планам значит вернусь к ним сейчас я хочу вам сказать что несмотря на все несмотря на все там сложности технически в этом году я запустила и свой бренд кустовый travel и сейчас там есть и сеты и скоро будут продажи вот такие чудесные планшеты тоже не могу не рассказать это спойлер для тех кто смотрит эфиры то есть это у нас планшет круглый я решила что с производством сделать такие планшеты в серийное производство и можно будет купить в магазине вот он такой чудесный сразу будут из натянутой бумагой и можно будет натянуть то есть вот такой планшет и вот можно будет сразу повесить на стену в общем то такая вот красота и у него будет очень доступная цена потому что мне хочется чтобы все пользовались хорошим качеством несмотря на ручную работу вот это один из планов сейчас ближайшее время собственно выйдет новый продукт пустого travel и 2 наверное самый такой большой план я запускаю свою школу рисование я не думала и не планировала что так когда-то будет но ситуация и весь как бы собственно некоторые моменты жизненные они собственно к школе до меня и уже подвели поэтому школе быть и там для начала будут только мои уроки но я планирую и мне очень хочется чтобы это было такое дружественное классное наше комьюнити я хочу не делать как делают другие это не будет приглашение всех 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 художников я хочу показать вам а тех специалистов из разных областей которых обычно никто не слушает это те кто оформляет работы это те кто реставрирует работы это все около смежной профессии по изготовлению рам по всему чтобы вы были хорошими специалистами в том числе не просто нарисовал и забыл а чтобы это был такой целый комплекс очень важного ну и качество в том числе работ чтобы мы об этом думали вот поэтому я думаю что школ тех кто рисует и приглашает всех 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 художников уже достаточно я хочу сделать такое знаете не вширь а вглубь вот поэтому будет очень очень такое глубокое изучение каких-то аспектов связанных с околосмежными вещами арта и собственно конечно же мои уроки и уроки других профессионалов да это будет онлайн школа ну собственно физическая мастерская школу у меня уже есть вот и там мои уроки проходят в москве поэтому я туда всегда как бы приглашаю кустову пленэр там есть запись значит про планшет и бумага будет баухонг с 8 натянута собственно без вы можете натягивать любую свою бумагу вот просто но с бумагой будет дороже но уже сразу можете посмотреть и можно ее будет там не знаю срезать снять либо так оставить то есть преимущество планшета в том что я вот экспонирую так работы но вы можете его использовать многоразово то есть никаких проблем это очень как бы качественная вещь которая сделана очень-очень надолго так у меня есть насти у вас как всегда системный подход да у меня максимально вернемся до к школе максимально системный подход к работе потому что я как бы из глубин продумываю мне мне очень важно чтобы были связки то есть не я художник я так вижу а почему-то не почему вот не знаю на странице на такой или там день такой но как бы это все прекрасно это тоже присутствует я это не обесцениваю но для меня важна структурность я знаю что вы меня за это любите и то есть мне нужны связки какие-то логика построения то есть я очень логичный человек и последовательный поэтому как и в жизни так собственно в делах поэтому мне хочется чтобы это было тоже так вот оффлайн для новичков проводите нет я не провожу курсами да я провожу мастер-классы свои в аккаунте кусту пленэр у меня все аккаунты в шапке профиля все вот прям все вот там приходите на мастер-классы когда появляются анонсы они появляются он так как сейчас очень я провожу немного поэтому к сожалению все туда не успевают вот поэтому для новичков ну вы можете попробовать но это все-таки немножко более такой сложный новичкам я рекомендую мои бесплатные уроки с первого сезона невредных советов там прям базис вот сегодня будем базис тоже проходить сразу скажу еще до важный момент что предупреждаю потому что знаю что будут комментарии наверное вот у нас будет с вами в этом сезоне теория на это не практические занятия мы прям рисовать что-то глобально не будем но вы поймете в чем смысл и это я вижу просто просматривая особенно делая смотр работ последние полгода да которые я делала там я вижу вот эти вот пустоты и вижу какие-то недополученные знания которые такие а ладно пронесет сами как-нибудь и вот эти пустоты мы будем заполнять чтобы у нас какой-то но такой мощный костяк произошел и мы понимали что зачем мы делаем подскажите будет ли в школе представитель иконописи или что-то похожее а я подумаю над этим вот может быть возможно вот но и сейчас не могу сказать точно вот хотя у меня как раз есть планы по реставрации и как раз работе с этим в целом я в дальнейшем открою такой свободный набор резюме и вы сможете направить какие-то свои резюме в школу у нас будут сотрудники рассматривать если вам если понравится собственно и подойдет нам по профилю то конечно с удовольствием вот тоже будем взаимодействовать отлично вот поэтому но отбор будет сразу говорю тяжелый и сложный я делаю школу не для того чтобы просто набрать кучу художников и это в первую очередь просто для того чтобы там были мои уроки с обратной связью вот а дальше я буду там жестко жестко отбирать тех кого я считаю подходящим да для вот того чтобы нести в первую очередь цели как бы как раз такой наполненной школы они для того чтобы создать мне кажется что сейчас у каждого художника нет проблем он может самостоятельно делать свои курсы поэтому здесь как раз опять же еще система вглубь а не просто вширь там набирать и чтобы там все 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 непонятно что даже выбрать вот как то так так что сейчас сегодня мы с вами начинаем вот почти смотрите давайте вот это кстати очень хороший вопрос школа для начинающих или для какого уровня я никогда никогда не разбираю рисование по уровню типа для начинающих для продолжающих для профессионалов так не работает я преподаю достаточно много для того чтобы понимать что иногда профессионал приходит ко мне на мастер-класс и он не может ничего нарисовать просто потому что есть уже огромная своя база которую сложно отложить и очень сложно перестроиться я сейчас объясню вообще все что я имею ввиду и бывает что приходит новичок у которого горят глаза который хочет учиться и сразу же схватывает гораздо больше чем тот человек который уже давно например рисует и у него уже свой костяк сложился внутренний да и он как бы не может что-то еще взять мы все очень разные люди кто-то пришел глазами посмотрел визуально запомнил сделал и ему больше не нужно ко мне на мастер-класс приходить он прям вообще вот так вот информацию считал кто-то приходит там три раза кто-то пять кто-то десять кто-то просто уже приходит пообщаться и там еще вдохновиться и то же самое относительно моих мастер-классов когда я вела если вы проходили хоть один урок у меня то вы прекрасно знаете что я объясняю методически мне все равно человеку там не знаю 20 лет или 50 у него не знаю небольшой опыт акварели или большой я стараюсь объяснять какие-то базовые вещи которые необходимы просто для рисования естественно когда есть какая-то вот сейчас у меня будет курс по каплям там я сразу пишу что нужен опыт в акварели потому что тема чисто технически сложная но если вы заинтересованы и готовы работать в первую очередь вас это не должно останавливать вам интересно вы можете это как бы осознать вот например так же меня спрашивали проходить или не проходить первый второй третий сезон невредных советов вот сейчас у нас четвертый с вами начнется я нашла очень хорошее сравнение как бы если вы смотрите сериал с четвертого сезона в принципе в принципе вы поймете что там происходит ну не после первой серии ну после второй ну как бы в течение вы поймете по взаимосвязи героев кто да вы не будете может прошлого знать но вы поймете вам будет какое-то такое общее конечно лучше когда есть базис конечно лучше когда есть это но если этого нету ну очень сильно зависит от человека я свою книгу назвала акварель для взрослых потому что от меня хотели акварель это просто акварель для начинающих акварель для продолжающих и так не работает потому что у кого-то есть какой-то опыт вот мне например у меня есть опыт там черчения геометрии построения огромный поэтому когда мне объясняют про линейную перспективу ну как бы я строила и посложнее вещи если вы архитектором работали математиком вам какие-то вещи из рисования гораздо и хотя у вас при этом нет опыта в акварели например но техника нарабатывается постепенно поэтому у нас как бы понимаете это все не будет вот так линейно то есть мы вот просто сейчас уже я учу взрослых у каждого взрослого есть свой базис знаний кому-то легче на этот базис знаний вот так нанизать новую информацию кому-то не легче и он еще идет там с нуля поэтому слишком много факторов для того чтобы измерять начинающие продолжающие опытные это так не работает это вот когда детей учат тогда такая методика работает потому что там немножко совсем другая логика в построении идет а у взрослых ну я бы сказала совсем совсем по-другому потому что я каждый день ну как каждый раз преподаю и вижу как часто даже те кто уже заканчивал художественные вузы им сложнее они начинают с нуля у них как бы мозг где-то ломается и взрывается потому что современная акварель она немножко отличается от того что им преподавали а человек не видящий этого никогда он входит в это как вот в свою воду просто спокойно например то есть бывает наоборот наоборот базис помогает все зависит от учителей все зависит от всего то есть я не могу вот так увидев человек сказать вот все ты начинающий или ты продолжающий тебе уже подходит а тебе не подходит вам может быть и в этом и в этом случае и сложный в этом и в этом случае легко поэтому ориентируйтесь только на одну вещь если вам интересно и вы готовы учиться то значит вам подходит все мне кажется это во всем работает вот я тут решила опять вспомнить японский язык и как бы ну мне интересно это для меня я когда-то занималась мне интересно сейчас с этим работать почему бы нет и собственно ну почему бы нет вот и я понимаю что но для того чтобы изучать что-то нужно заниматься почему-то все хотят какую-то волшебную таблетку знаете вот это моя помощница Даша прекрасная она рассказывает она сейчас учит китайский и на к ней на занятия ну то есть у них там занятия на которые ходят взрослые люди просто осознанно приходящие занимаются китайским и многие из них не делают домашние задания то есть они там отсиживаются знаете вот как в пятом классе там такие типа может не спросят и она так все время смеется но они же взрослые ну они же за знаниями приходят никто тебя проявлять не будет двойки то никто не ставит ты приходишь для того чтобы себе знания наполнить а мы почему-то думаем что ну отсидим значит знания сами зальются туда как будто бы знаете там дискет вставил там диск флешку там не знаю но так не будет так и сегодня не будет так пока вы сами дома не будете отрабатывать волшебной таблетки нет если вы хотите за волшебной таблеткой которая вам скажет сейчас я вас научу рисовать сразу то это к другому блогеру можете сразу отписываться уходите все если хотите заниматься то оставайтесь вот так что на самом деле очень очень важно это своя собственная работа поэтому переключаемся с вами сегодня на сейчас камеру сверху сегодня мы будем с вами говорить о форме в архитектуре и архитектурных элементах в восточной Европе и России в основном в России такая у нас будет первая часть в следующий четверг у нас будет вторая часть тема сложная ну точнее не сложная но сейчас увидите все так что переключаемся вам понадобится как я уже говорила просто могут быть листы может быть скетчбук но будем писать тексты и задавайте вопросы по ходу буду стараться отвечать переключаю сейчас вот видите даже вот все равно высоковато каждый раз налаживаю предварительно все равно кажется что не совсем так что потерпите чуть-чуть так у нас не вредные советы вот так мы подвинемся думаю что должно быть видно пока я настроюсь секундочку и мы перестанем трястись так вот так вот да 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 все будет в записи без проблем спасибо спасибо тем кто дублирует ответы на вопросы которые будут повторяться 115 раз я знаю поэтому спасибо сразу говорю итак я тут подготовилась поэтому буду здесь показывать сюда записывать ну приблизительно как то так может быть сейчас чуть-чуть итак для начала мы с вами разберем основные архитектурные элементы я буду идти не по классике не потому как идут в художественных вузах я буду идти по порядку в котором я считаю нужным потому что он будет очень сильно прикладной поэтому в начале у нас будет такая древнерусская архитектура далее у нас сегодня будет с вами собственно ну будет храмовая архитектура вот так скажем и третье у нас будет классицизм если успеем если нет на следующий урок перенесем значит будем идти с вами постепенно во-первых начнем с того что это не скучно это не так как вы думаете сейчас вот я буду объяснять все таки прикладное то есть не сухую историю а прикладное давайте сначала начнем с первого момента который вам будет важен это у нас различие между символизмом я буду писать вместе с вами да и реальными объектами то есть это у нас такая вводная часть зачем вообще зачем нам вообще вот это различие что же это такое объясню на очень простом примере почему мы делаем ошибки потому что у нас есть символы которые ну не знаю со школы да у нас такие с детского сада вот мы взяли вот у нас есть символизм вот этот домик как этот домик относится к реальному объекту никак у него да общая форма упрощена то есть общая форма упрощена или искажена очень важно понимать что мы взяли какие-то символы да вот тра-та-та-та-та-та-та и нам в детстве да вот их вот и этот можем мы потом еще с вами лодок коснемся вот этого всего понимаете для ребенка легче всего понять символ есть домика символ кораблика и эти символы нам помогают понять что же это за объект и если мы посмотрим на реальный объект да то мы понимаем насколько они отличаются хотя начинающий художник очень часто особенно во взрослом возрасте опять же я с этим сталкиваюсь не совсем понимает что они очень сильно отличаются то есть мы такие ага у нас есть в голове вот это и когда в городском пейзаже в каком-нибудь я говорю нарисуйте домик и мы рисуем реалистичная там картина там не знаю какие-нибудь поля леса деревья тут какое-нибудь озеро там красивое с отражением и мы рисуем домик то поверьте он начинает рисоваться вот таким образом вот такой и это портит весь реализм нашей работы то есть очень сильно нам портит потому что что мы рисуем здесь у нас получается реалистичная реалистичная картина благодаря технике благодаря нашему пониманию а это у нас символ символизм то есть по сути мы соединяем с вами одно и другое в одно да и у нас получается то самое итог детская работа ну то же самое если я сюда посажу кораблик если я сюда посажу какой-то не знаю там есть много вот этих вот моментов то есть облачко вот так деревце вот так то есть их куча вот этих символов которые нам начинают портить все то есть цветочек вот так да то же самое только вот так мы можем вспомнить с вами их десятки и именно то что мы клеим реалистичное изображение к символ дает нам вот эту детскую работу потому что мы склеиваем ну то что у нас не должно присутствовать это не является реальным изображением цветка реальный цветок выглядит не так дерево реальное выглядит не так наше реальное облако выглядит не так я сейчас приведу очень хороший пример который вам поможет понять и если вам действительно все мы знаем как выглядит заяц ну представляем как выглядит кролик да ну я надеюсь и теперь посмотрите игрушка кролик да или игрушка заяц которую шили имеет ли этот символ символизм реальное отношение к тому как выглядит реальный заяц реальный заяц выглядит не так я бы даже сказала вот эта игрушка тоже типа спорная вот тут уже что-то от мишки там еще от чего-то но вы понимаете о чем я говорю то есть символ изображения к которому мы привыкли и реальное изображение объекта это две разных вещи иногда и нам очень нужно это уметь различать то есть это не является одно не является другим поэтому общая форма часто упрощена или искажена как вот с зайцем это знаете вот этот анекдот я думаю про вот как это я 30 лет работаю кардиохирургом я знаю как выглядит сердце дайте мне вот ту красную плюшевую не буду говорить в эфире что вот поэтому сердце то же самое это символизм и давайте не будать символизм и реалистичную картину очень часто когда у нас получается что-то такое детское и мы не хотим это участвует символизм значит это первый момент второй момент который очень важен при рисовании и это я бы так сказала важность при рисовании при живописи если вы хотите изучать живопись если вы хотите писать цветные работы то есть для живописи для полноценного рисования очень важно работать работа с пятном а не с линией потому что часто вот смотрите мы когда работаем с линией я здесь записываю так скажем конспект который вам нужно сохранять а тут я пишу вы лучше зарисовывайте и то и то просто я здесь такой как бы символ лучше рисуйте такие так не надо вообще это очень важно да вместе все так делать так я смотрю никто даже ничего не пишет в эфире вы хоть это сердечки поприсылайте значит что происходит когда мы работаем с линией я возьму вот для примера какую-нибудь избенку у меня тут не супер хорошее качество ну какое есть это вообще плохое сейчас подождите чтобы прогрузиться ну ладно давайте вот эту все внимательно слушают и записывают прекрасно вижу что хотя бы что слышно меня что все хорошо а то бывает говорю говорю никто ничего не пишет а я уж может там сама собой говорю понимаете и так значит второй важный момент да это работа с пятном а не с линией тут я могу сказать почему я не люблю скетчбуки и скетчинг в том понимании я сразу оговорюсь чтобы вы правильно поняли слышит обычно первую фразу все они любят скетчинг и там что-то такое нет сейчас поясню это очень важно то есть не все так просто нет да значит те тот скетчинг когда работают с пятном когда вот как Анна Гида прекрасный художник очень-очень грамотный скетчинг это мастхэв для таких зарисовок понимания формы но часто скетчинг превращается в просто работу с линией обводки то есть я вот мы сейчас с вами разберем что такое скетч да вот в этом плане а что такое у нас зарисовка да уже то есть первый такой шаг первый шаг к живописи и рисованию такому да вот я возьму одно один и тот же домик все замерли вы переживали что будет скучно но я же шучу я понимаю я просто предупреждаю потому что всегда есть такие люди которые мне потом пишут что нет ну как-то я же знаете я же даю знания же не прям развлекательный контент что я лично их не развлекла так как им хотелось вот поэтому так вот бы еще понять какими размерами рисовать у меня получается негармонично по отношению к другим нарисованным элементам по размерам я вам рекомендую посмотреть еще предыдущие все три сезона бесплатно только смотрите бесплатно а все же как это но оно само вам в голову не зальется я буду даже тысячу раз говорить правильные вещи оно само вам в голову не попадет пока вы не будете отрабатывать и смотреть все уже есть значит что такое скетч вот я беру да и вот такая прям беру границы тра-та-та то есть я в принципе скетчу тоже вполне себе сносно значит не люблю этим заниматься то есть вот все я работаю с линии да я работаю с линии я определяю что у меня здесь там располагается но может быть не все там достоверно точно общий общий смысл то есть вот у меня я даже могу одной линии прорабатывать всю эту картину и в принципе это помогает схватывать форму но есть один момент который мы сейчас с вами проговорим который очень сильно будет мешать в работе с живописными техниками ну давайте я здесь делаю два окна у меня три не влезет я просто поуже сделаю то есть я даже вот как-то так проработаю тра-та-та здесь то есть вполне вот у нас вы можете тоже так со мной поделать тут еще тогда это все неплохо то есть как скетч неплохо но есть один большой минус когда мы переходим все таки от этого до момента к этому нам нужно помнить что границы у объектов нету есть только разница в тоне я говорю эти два основных момента потому что мы будем с вами возвращаться постоянно на протяжении всего курса к символизму и к вот этой моменту что границы у объектов нет как только вы постоянно рисуете в скетче вы все время рисуете что границы это неплохо но когда это зарисовка формы вы ловите форму но по сути представим что живописец он не рисует границы он рисует светотени отделяя один объект от другого за счет теней то есть то что мы рисуем границы ну вы можете рисовать и здесь вот есть очень большая ошибка то есть мы начинаем вот так же прорисовывать а потом не понимаем что должно быть светлое или темное потому что у нас здесь линия сидит понимаете линия она уже если вы хорошо разбираетесь с тоном то в этом нет проблем но как правило это очень мешает разобраться с тоном и в итоге у нас все получается однотонное то есть у нас здесь темно здесь светлое мы не понимаем что выделять по сути что делает и рисует ну так скажем живописец да он рисует ага что у нас светлее крыша или небо то есть что я рисую я не рисую линию крыши я рисую пятно да пятно отделяющее здесь штрихуйте как попало вы смысл главное должны понять потом я здесь рисую что тень я рисую я могу посмотреть что у меня темнее вот у меня темнее скат крыши чем вот эта часть крыши далее что я рисую здесь тень я рисую тень я рисую под крышей тень какой формы сложная она вот здесь вот у нас отделяется и как раз подчеркивает что у нас тут есть какие-то элементы у нас тень где присутствует вот там внутри то есть мы понимаем что там что-то есть внутри этого у нас есть объект далее я рисую я вижу что у меня тень есть за наличниками да давайте сейчас короткое да такое вот у нас когда появляется окно у нас вот это вот называется то что сверху да это у нас очелье или навершие навершие наличника и вот это у нас вот эта часть это у нас фартук нижняя часть наличника да все это у нас наличник мы прям начинаем с базовой с вами архитектуры потому что эти домики пресловутые встречаются везде а так привет привет рада рада видеть на эфире итак у нас очень часто встречаются эти домики даже если мы не берем с вами какую-то российскую архитектуру или архитектуру нашего да восточной европы там появляются тоже все равно эти домики они может будут не с такими резными наличниками но сейчас мы с вами об этом поговорим итак что я здесь опять рисую я рисую с вами тень я не рисую ничего кроме тени никакой линии нету линия тени понимаете линия тени и просто линия очерчивающий объект это немного разные вещи то есть у меня здесь линия тени то есть вот это вот тень да вот она просто по по линии идет но это не линия обводящий объект да то есть не вот это далее я вижу что у меня здесь снова тень внутри то есть у меня тень в виде окна и внутри еще присутствует такое затенение плюс от наличника боковой части у меня тоже присутствует тень и под наличником тоже присутствует тень здесь у меня тоже есть тень ну и там можно отделить тенью например это здание от соседнего далее я рисую следующий наличник я не рисую не обвожу его по краю сейчас мне все равно на ну если даже вы накосячите сейчас с перспективой поймите пожалуйста хотя бы форму то есть потом вернете и все уже будет хорошо то есть оно все не сразу может быть получится схватить знаете как с вождением то есть ну не сразу у нас получается нам на поворотнике смотрите туда и сюда иногда супер сложно поэтому давайте хотя бы да что то самое главное давайте так не клянем себя за ошибки ошибки это естественно это процесс обучения если вы не ошибаетесь вы ничему не учитесь далее следующее здесь у меня три будет еще раз повторили для себя то есть как у нас вот таким образом еще раз повторили что у нас окно сейчас мы отдельно с вами будем разбирать уже именно понимание тени вот смотрите здесь у нас нету какой-то характерной световой тени да у нас здесь тень просто предметы то есть у нас тень предмета присутствует да естественно без там падающей солнечной тени но все равно даже у этого предмета присутствует присутствует цвета тени то есть они не могут совершенно их может так вот совсем не быть да они у нас есть ну и так далее дальше у нас сюда дальше у нас уходит я рисую тень вообще это вся часть теневая могу даже сразу вот так для себя отделить немножко на крыше рисую тоже тень в принципе тогда у нас что с вами видно что у нас источник света солнышко предсходит вот здесь и сюда светится даже вот тут могу сделать дополнительную тень у нас что сразу видно у нас видно форму объекта мы с вами взяли и нарисовали без линии да то есть скетч это линия живопись все-таки безусловно линия присутствует но давайте так линия здесь присутствует не знаю на 90 процентов на 10 присутствует у нас тон да и вот тут все наоборот у нас в основном ну то есть не тон да пятно У нас в основном присутствует пятно на 90%, то есть линия – это такой посредственный объект, самое главное – это работа с пятном, то есть что мы видим, как у нас происходит, цвета тени, и тогда у нас получается живописность, тогда у нас из вот этого с вами, минуя вот это, у нас сразу с вами идет из символизма в реализм. Реализм у нас с вами, да, получается как раз, когда мы работаем с пятном и отмечаем, то есть для живописи, работа с пятном необходима, это очень важно, то есть именно работа и рисование светотеней. Если вы нарисовали на отдельном листочке, вырежете потом, приклеите сюда, не знаю, сложите как-то, это все имеет место быть, то есть, не знаю, делайте коллажики себе, зарисовывайте. Рисование светотеней создает реальную картину. Мы делаем переход от символизма к действительной форме объекта. То есть, если у нас до этого был вот такой домик, да, то есть мы до этого с вами, не думая, рисовали вот такой так сейчас, то теперь у нас, я взяла картинку из интернета, сразу говорю, буду здесь показывать просто интернет-картинки, вы можете взять любые свои. То есть до этого у нас был с вами вот такой домик, мы представляли, что он такой, без объема. Это у нас кубик непонятный, там все такое, то есть он даже неправильно построен. Про линейную перспективу я сильно не буду здесь говорить, да, лучше всего, конечно, ну, скажу только два слова. То есть все-таки у нас здесь угловая перспектива присутствует, да, когда у нас здание, то есть вот у нас линия горизонта, линия наших глаз. Мы стоим, потому что мы вот этого роста приблизительно, да, у нас рост вот такой высоты, и вот эта линия горизонтальная, и проходит через где-то середину одноэтажного дома, потому что мы туда сами помещаемся целиком и, собственно, не касаемся потолка. Поэтому человек не меняется в своем размере, про размер человека мы еще поговорим в следующих выпусках, не буду на этом останавливаться. И уже относительно этого мы строим. И тут у нас не вот этот плоский из картона домик вырезанный, то есть что у нас получается, да, в детском рисунке символизме. Даже если мы его по перспективе правильно построили, как мы говорим, ну, мы же перспективу правильно построили. Почему у нас детский рисунок? Потому что это плоская, из картонки вырезанный объект. А еще у него, вот смотрите, давайте я лучше не карандаш возьму, да. I really need long Russian language, Александра, so sorry. I hope I will make some translation. Значит, еще раз, это у нас плоский из картонки вырезанное здание, да, и на нем наклеены, вот наклеены, да, вот эти окна. Хотя, хотя, вот смотрите, тут по перспективе ошибок нет. Так, недавно написала церковь в осеннем Царицыно, точно подтверждающий сегодня урок. Теперь поняла свою ошибку, спасибо. Ох, мы сейчас еще церкви с вами будем разбирать, ох, прям будет интересно. Значит, вот по перспективе ошибок нет, по построению нету, но ошибка в чем? Нет, то есть это ближе, приблизительно символизм. Нет реальных объемов. Нет реальных светотеней. Ну, то есть нет светотеней, это и приводит к тому, что нету объемов, да. То есть у вас как будто бы в тонком, вот тут, если я нарисую вот еще вот такую толщину, да, то сразу будет понятно, как будто мы в тонком картоне, знаете, вырезали, и все. То есть толщины и объема у объекта нету. Как только мы видим, какой у нас объект в действительности, а в действительности он не такой, он не символичный, он у нас имеет свои объемы. Всегда есть козырек. И то, к чему мы сейчас с вами идем, да, то, что я хочу вам объяснить, для того, чтобы рисовать реалистично, следующий у нас постулат будет написан. Для того, чтобы, вы можете прям подчеркивать красным там, рисовать. Реалистично. Я не открываю сейчас Америку, но просто повторяю вам важное. Нужно. Это прям нужно. Если бы это был английский, то это need, да. То есть это не should, это must to, need. Реалистично. Нужно изучать предмет рисования и его особенности. И тут вот мы с вами переходим к главному. Что далее? У каждого предмета есть одна, две, три основных особенности, которые отличают его от любого другого предмета. именно их вам надо определить. Их нужно научиться определять, вычленять и рисовать. И тогда это приведет вас к реалистичному рисованию. Что я имею в виду? Есть различные домики. И мы сейчас с вами... У каждого объекта будут один, два, три основных особенности, которые отличают его от любого другого предмета. Мы с вами еще перейдем к людям обязательно. Но я просто для примера вам скажу. Я понимаю, что это человек... Даже без того, что на нем написано, что это человек. У него написано, там, не знаю, голова, лицо. Нету лица. Нету цвета одежды. Нету ничего. Есть только форма. Но я понимаю, что это человек. Какая у него особенность? Нам нужно одну, две, три назвать. То есть какая особенность? Здесь то, что у нас есть голова и голова. То есть то, что это взрослый человек. Одна восьмая от тела. Но мы к этому еще вернемся. То есть у нас есть тело. И у нас есть две ноги. Это то, что мы всегда видим. Это то, что отличает и создает вот эту особенную форму. То есть когда мы видим сверху голову, снизу две ноги, мы понимаем, что это человек. Собственно, например, я не знаю. Вот яблоко выглядит так. Сейчас какой-нибудь фрукт еще придумать. А, ну давайте вот прям яблоко выглядит так. Какой-нибудь. И листочек. А вот виноград выглядит вот так. У винограда много вот этих штучек. И гроздь. Чем отличается яблоко от винограда? У яблока одна форма с листочком и веточкой. У винограда множество соединенных в одну. Мы понимаем, что это виноград, когда у нас появляется листочек, когда у нас есть определенные особенности формы. Как только я возьму и сделаю яблочки в множестве своем, так еще, не знаю, там разных размеров, и такая, ну, ну это же яблоки. Они будут выглядеть, ну, скорее, как виноград. Понимаете, что вы делаете? Вы нарушаете таким образом особенности формы. То есть у нас следующий пункт, да? Любое нарушение этих особенностей формы ведет либо к символизму, либо к тому, что объект выглядит как другой объект. Это мы будем на этом останавливаться много раз. К тому, что объект начинает выглядеть как другой объект. Итак, что я имею в виду? Вот, смотрите, мы с вами вычленили у человека, например, голова, одна восьмая от тела, две ноги. Превратим, исказим какую-нибудь из этих особенностей. То у нас что с вами? Не две ноги, а три ноги. Ну, я не шучу, ну, сейчас шучу, конечно. Ну, три ноги. И у нас что? Человек уже не выглядит как человек. То есть мы не понимаем, либо за ним стоит другой человек, возможно, так, и их ноги сливаются, либо это что-то другое, и мы неправильно нарисовали. Возможно, это, не знаю, гребень какой-нибудь. Или что-то еще. То есть мы с вами что сделали? Исказили форму, исказили особенность. Если мы с вами, ну, к сожалению, так тоже бывает, представляем, что у человека одна нога. Мы исказили форму, это нам изменило. Но не сильно нам придется представить, что человек, ну, вот он, к сожалению, без ноги так происходит. Но это уже не тот, не прежний человек, не та форма. То есть сразу зритель смотрит и такой, а ты что-то хотел сказать, художник, что у нас, как бы, к сожалению, человек без ноги. Что мы, допустим, сверху голова, одна восьмая от тела. Ну, представим, что она не одна восьмая от тела. Что сразу у нас? Например, одна пятая. Одна пятая от тела у нас сразу с вами ребёнок проявляется. У нас будет ребёнок, когда у нас голова одна пятая от тела. Что? Мы исказили основную особенность. У нас есть особенность один, особенность два. И мы сразу тем самым превратили один объект в другой. Да? Всадник на коне. Вот видите, искажение формы начинает вести к любому непониманию зрителя, что это за объект. И этим грешат все художники очень часто. Поэтому мы всегда с вами выделяем, и мы с вами сегодня этим и занимаемся. То есть мы определяем, какие основные особенности имеет каждый объект. Их с вами будем отмечать. Это домашнее задание каждому. Будем заниматься именно этим. Для того, чтобы понять, что изображая именно эти уникальные особенности предмета, мы сможем передать, что это за предмет. Человеку будет понятно, зрителю будет понятно, что это за предмет. Мы уже не превратим его в символ и не превратим его в другой предмет. Да, Вася, привет. Всем привет, да. Смотрите, еще раз. То есть у нас получается с вами такой момент. Какой? Я сейчас дам секунду всем написать, какие особенности. Прямо вот можете в эфир писать. Какие, ну давайте, две или три особенности вы видите в наших классических избах. Чтобы не превратить это в вот это. то есть какие три особенности у нас будут всегда. Я назову чуть больше, но просто будет понятно. Поэтому поработаем вместе со мной, чтобы у вас не было ощущения, что я тут одна, и вот вам что-то диктую, а вы тут не взаимодействуете со мной. Значит, вы видите, и они вам подсказывают, что это именно изба, именно русская изба. Так, сейчас я налью себе водички, пока вы пишите. Так. Так. я пока подпишу что же у нас у нас с вами первый объект да это у нас изба да допустим причем давайте изба средней полосы я потом поясню почему это важно еще раз ее себе зарисую пока вы как раз думаете уже в блокноте краз чтобы мы с вами не отличались вы пока думаете я здесь не призываю вас какой-то правильной штриховки там еще что-то умеете правильно прекрасно не умеете я просто господи главное чтобы тон у вас работал чтобы вы темное светлое здесь определяли понимали разницу между линией и пятном проблема вся в рисовании в том что мы не изучаем этот предмет мы такие а ну ладно ну наверное как-то так поэтому я как-то так его нарисую и как-то так у нас получается очень иногда неправильно нужно нам форму изучать я дорисовала сейчас как раз буду читать ваши комментарии на этот счет итак кто слышит значит двускатная крыша нет не всегда даже у зданий например в америке стоящих тоже будет двускатная крыша это не обязательно изба наличники до первое мы идентифицировали первое это наличники то есть если мы с вами посмотрим какое-нибудь американское здание бывает вот рисуют там многие художники там тоже будет сарайчик двускатная крыша но как правило будут вот такие более светлые просто окна без наличников которые вот здесь присутствуют если вы посмотрите там дэн маршал с буквич все рисуют такие домики там будут простые обычные окна обычная дверь более такая ну да будет объем вот здесь вот обязательно но будет более простой домик и это не изба поэтому наличники это первое до определенно именно они дают нам понимание что это изба да давайте вот сразу еще для себя значит вот это у нас это очелье на верши наличника наличника то есть у нас здесь наличник и фартук когда вы это запоминаете следующий раз если вам нужно изобразить избу они домик из среднего запада какой-нибудь кстати там как раз такая еще труба будет обязательно то у нас сразу появляются что наличники козырек козырек да возможно он дает объем часто они присутствуют если мы посмотрим час но не везде посмотрите не везде вот я смотрю другое тоже наличники у нас присутствует а ну давайте оставим как бы козырек да вот это нависание давайте сделаем то есть нависание крыши для чего это сделано для того чтобы у нас же много снега до нависание крыши в центральной средней полосе сейчас объясню северные у северных нависание больше да это для того чтобы нам защищать то есть если мы хотим нарисовать северное здание то у него нависание крыши больше значит так что у нас чердак не обязательно так это уже один этаж один этаж правильный кстати ответ изба средней полосы это видимо для тех кто это действительно так один этаж я на этом остановлюсь до резьба наличники белые рамы окон не совсем так но давайте возьмем я засчитаю правильный ответ это у нас наверное одно из самых важных я бы его вообще вторым это окна форма и если мы опять вспомним какие-то такие до здания то там будут не такие окна практически всегда форма окон у нас будет вот такая если это старая русская изба это классическая форма окон с верхней частью и двумя вертикальными нижними которые определяют нам что это не что иное как изба так да перегородка на стекле ну все правильно форма окон да форма крыши ширина меньше чем длина не обязательно это очень от здания будет зависеть бревно да наверное одно из это все таки здание бревенчатые но они бывают и облицованные поэтому это не самая важная особенность так уже сказала чердачное окон окно бывает и вот у этих окон у этих зданий вообще не в нашей центральной полосе картины там эндру а это вспомните и так далее так рама наличник треугольная крыша так ажурная форма вижу обязательно из дерева да это правда обязательно из дерева но дерево мы не подчеркнем по форме и так мы с вами определили основные моменты нависание крыши есть потому что оно действительно присутствует один этаж это если у нас средний полосы и я хочу сразу сказать я сама это сволохотской губернии вот отчасти часть моей семьи из волок да из архангельска и я уже москвичка и я акую а мои родственники очень сильно окуют и говорят вот так вот поэтому и там у нас то есть север это всегда двухэтажное строительство это двухэтажные избы вообще очень интересно если вы не были в например на мире где-нибудь то там ну обязательно съездите это московской области если у вас есть такая возможность там есть прямо такая площадь где показывают избы от южных регионов россии до северных регионов россии да и мы сразу с вами видим какие у нас формы и я сейчас вам специально покажу во первых да нависание крыши на северных избах больше я думаю что здесь это видно хорошо и давайте посмотрим опять вот это классический дом у меня практически такой же в волокде часто здесь это много квартирный но они часто немного квартирные на первом этаже это обычно были сени и там скот находился на второй этаж жилой потому что холодное здание оно промерзает зимы холодные поэтому это как правило двухэтажные терема двухэтажное строительство и вот да вот 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 прям классическая то есть вот это вот прям вид моей северной деревне тут видно что это не север не зима но север что здесь у нас у нас нависание крыши очень большое у нас бревенчатость но если мы сравним с каким-нибудь шале в там не знаю в альпийских деревнях то что у нас там нету у нас там другая форма окон и у нас нету наличников да при этом бревенчатость будет тоже присутствовать этот фактор совпадает смотрите вам нужно найти то чего почти ни у кого нету ту особенность которая отличает от других и бревенчатость есть и у шале есть у каких-то таких зданий в скандинавском стиле но у них не будет наличников у них не будет вот этой формы окон вот такой вот классической в соединении с наличниками если я рисую избу в два этажа значит что если я смотрите к чему я собственно все это веду вот я хочу и рисую форма рассказывает вам обо всем да форма правильная форма смотрите форма рассказывает вам историю это самое главное потому что не вы рассказываете вы не будете стоять рядом с со своей работой да и вот слушайте да это барак вот это вот это вот классический такой дом вот прям моя деревня когда вот исход на первом этаже и все в австрии с балкон и всегда почти плюс куча горшков цветами смотрите у нас будет разбор архитектуры зарубежья в другой день это не относится к сегодняшней лекции пожалуйста читайте темы и тоже уважайте да мой труд пожалуйста так у нас по углам торцы бревен перекрещиваются вообще не всегда и не обязательно часто есть часто этот момент закрыт особенно в вот таких вот одноэтажных домиках то есть где-то присутствует а вот здесь закрыт да вы вы же это видите вот мы обязательно с вами должны изучить не один объект не два объекта не три объекта а 20 30 40 объектов чтобы сложить сейчас я вам даю эти ну как бы знания да но в дальнейшем да и домашняя работа будет такая то есть изучить самостоятельно объекты найти безусловно я говорю о каких-то основных можно еще что-то отмечать но это просто такой базис который работает значит правильная форма рассказывает вам историю если я представляю что я рисую вот такую например какую-то да сейчас мы с вами правильная форма и правильные пропорции мы кстати об этом поговорим то есть если я зарисую вот это вот у наше здание с двумя этажами обязательно с наличниками здесь потому что без наличников будет непонятно что это россия или наш на то есть вот у нас такое здесь с окном здесь объем я рисую специально часто да есть вот этот вот уголок крыши но не присутствует он везде то есть если мы изучим всю натуру не присутствует и вот тут есть какие-то входы часто еще сени сбоку то есть у северных всегда улице перпендикулярно стоит то есть сень и вход он часто не находится спереди да он к улице не выходит и он отдельно такая вот отдельная отдельный вход здесь и таким образом я могу представить если здесь да еще ну бревенчатость какую-то например покажу она может быть но может не быть еще раз говорю обязательно вот смотрите оконца вот были обычные а вот теперь я взяла и сделала из них понимаете о чем я говорю как только их не было это одно как только мы все наши особенности рисуем смотрите как сразу расцветает мы понимаем что это за здание мы понимаем что это я рисую такое только я определила с вами да именно особенности здания нам с вами создают его правильную правильный образ да правильную форму которую мы с вами передаем штрихуйте как попало неважно главное чтобы вы понимали не работали только линии да вам нужно пятно нарисовали и я понимаю что нарисовав что-то подобное сделав такую зарисовку из головы там еще обычно поля там какие-то трактора вот тут лесочки у нас вдалеке присутствуют какие-нибудь обязательно у меня обычно еще трактор шел засеивал пшеницу там какую-то как правило здесь стоит какой-нибудь огородик плетень дорожка что я с вами сейчас сделала я придумала свой сюжет основываясь на знаниях которые у меня есть относительно архитектурного построения и особенности построения избы более северной я нарисовала приблизительно практически свой дом великом дворе так называется моя деревня если мы еще тут каких-нибудь животных нарисуем животным и потом перейдем то есть вы понимаете суть история 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 когда вы определили правильную форму вы понимаете что это ага я говорю о каком времени я говорю о северном я говорю ну то есть о каком времени погода да это форма деревьев то есть форма дает историю форма деревьев у нас листвой значит это лето я при этом не рисую в цвете рисую в черно-белом на далее у нас это изба это не что-то иное это изба далее это изба какая это изба северная у нее два этажа я думаю что вы понимаете о чем я говорю хорошо сейчас дальше мы перейдем к следующему же но ваша задача это будет dz давайте его где-нибудь здесь на отдельном листке понимаете вот этот даже сюжет он уже красиво зарисовка да вот вывод здесь я не знаю там подпишите и можно вот такие делать сюжеты зарисовки в карандаше какой-нибудь это то есть уже у вас история сюжет но здесь работа с тоном больше чем с линией и со смыслом самое главное да что вы рисуете потому что как только опять мы делаем неправильную форму мы не понимаем что это у нас с вами снова где этот прекрасный вот это вот картонный домик картонный домик с трубой и дымом из трубы дым и труба это не основные особенности формы домика понимаете часто мы выбираем особенности формы неправильно то есть вот эти особенности формы должны быть четко с вами чтобы их выбрать нам надо проанализировать давайте здесь запишем дз значит проанализировать не менее 20 домов на особенности формы я так скажу чем больше градация ну усложнение сейчас самые простые вам вещи говорю чем вы если вы хотите отделить например еще какой-то регион от другого региона то вы можете там есть цвета все эти цвета чем-то говорят все эти наличники и формы наличников о чем-то говорят то есть все это определяет всякие тонкости да то есть вот это все говорит это все разговаривала на определенном языке символизма и говорила вам что и где находится дом поэтому это безусловно вы можете то есть эту градацию вот так еще расширять и чем больше вы изучаете тем больше вы такие ага у меня в картотеке в голове есть дома северные дома южные так где сейчас нахожусь какую картину я рисую я хочу нарисовать вот такую взял дом из своей головы зная что у него что есть наличники есть окна определенной формы да бывают вот я открыла какие-то исключения безусловно но чем чаще это встречается то есть тем больше вы можете это привнести к особенностям формы то есть это должна быть систематика повторяющиеся и не встречающиеся у кого-то еще то есть не пересекается с кем-то еще чем-то еще давайте так еще встречается часто то есть если вот допустим вот этот вот балкончик но не часто такая история встречается я бы не отнесла это к особенностям формы которые я но я его запомню если мне захочется потом нарисовать то я буду знать что такой балкончик имеет место быть и тоже существует понимаете о чем я говорю то есть проанализировать не менее 20 домов на особенности формы нарисовать давайте три четыре строения описав их историю использовав только работу с пятном то есть вы для себя пишите да что это что вы рисуете и тем самым запоминаете и формируете то есть зачем это надо это формирует вашу картотеку мирует картотеку знаний первый шаг первый шаг рисова к рисованию с головы если вы проработаете таким образом то вы никогда уже не будете вот это вот рисовать когда вам скажут нарисовать вы прорисовали вот смотрите еще лучше это делать с разным светом да то есть свет отсюда тень сюда да свет отсюда тень сюда нарисуйте 1 2 3 с разным светом вот видите я нарисовала свет отсюда свет отсюда я запомнила как выглядит как выглядит здание когда у нас разный свет и я понимаю что здесь есть вот такой козырёшек здесь нету но нависание присутствует то есть у нас есть там второй свет где-то еще у нас ну в смысле еще здесь окно часто его может не быть но у нас есть ставни у нас есть форма окон у нас есть нависание у нас есть этажность связанная с иногда есть бревенчатость то есть мы с вами нарисовали три-четыре и они реалистичные понимаете мы запомнили мы с вами что делаем формируем нашу картотеку для того чтобы она нам помогала дальше рисовать реалистичные здания они вот это вот все вот понятно если понятно переходим к следующей теме классицизм мы сегодня не успеем но успеем следующий так что нас может быть чуть-чуть растянется но лучше растянется и лучше мы с вами сделаем что-то толковое правильно же значит дальше мы переходим с вами к то есть дз желательно выполнять это ваша практика я проверять дз не буду в данном случае вы можете выкладывать его в специальную группу в специальную беседу в к она есть ссылку на беседу можно найти моем телеграм-канале но вот так замудрено либо в самой в к я там хустова анастасия собственно все и когда их наберется много я выделю отдельный эфир когда буду смотреть обсуждать рассказывать и так далее но это ваша личная практика вы проработав ее на всю жизнь запомните как выглядит здание то есть мы с вами идем постепенно и сегодня только первое да будет очень-очень много таких и вам будет уже не страшно придумывать из головы что-то идем следующее следующее у нас с вами это очень конечно такая веселая не веселая тема да если мы сегодня древнерусская храмовая вот классицизма мы не перейдем ну ладно значит у нас второе это у нас храмовая архитектура я потом в конце вернусь еще к псевдо русскому стилю что же такое то у меня немножко тормозной простите псевдо русскому или ново русскому стилю но это мы потом вернемся очень понятно отлично напишите кому как что понятно буду рада вашей обратной связи значит и так следующее у нас с вами появляется храмовая архитектура она присутствует в россии ну наверное везде всюду и мы ее рисуем она очень разных этапов значит начинается наверное с там из восьмого седьмого века и основные конечно уже крестово-купольные храмы это одиннадцатый десятый век и уже такие легендарные как софийский собор в новгороде это двенадцатый век все понятно прекрасно вот очень интересно и понятно супер но я говорю это все только для того чтобы прикладно наполнить ваши карманчики головы чтобы вы всякие глупые ошибки не совершали в своих реалистичных работах в акварели прекрасно вот и так и у нас присутствует с вами значит посмотрим на храм у меня тут немного в перемешку поэтому чуть-чуть увидите что-то что не нужно видеть а ну вот кстати по поводу наличников шикарно если есть силы прорисуйте еще наличники ну просто красиво да смотрите как как вам удобно рисуйте маленький рисуйте на листок рисуйте в скетчбуке рисуйте большие работы как вы хотите так и рисуйте потому что почему я скажу вам еще раз я ненавижу скетчбуке в том понимании вы или вылизанности вот этого всего какая-то знаете работа чтобы кому-то что-то показать сделать вылизанную красивую картинку я знаю что многие делают не так но я знаю что такая тенденция тоже присутствует давайте так да как бы есть те кто используют грамотно и тоже красиво рисуют и используют не только скетчбуки но часто люди потом то есть не используют скетчбуки для раскрепощения своей работы а наоборот рисуют там какую-то идеальную картинку они практика это должна быть тетрадка для практики тетрадка для ошибок вот наличники тоже от пятна я рисовала наличники от пятна и здесь точно так же то есть мы с вами можем взять и что я могу начать рисовать тень смотрите все от пятна если вы хотите живопись рисовать нету линии нету нету границу предметов мы не мультиках у нас вот не мультик когда есть граница у человека то есть если мы здесь рисуем то есть мы рисуем что тени тени которые здесь присутствуют то есть где у нас тени давайте я тут тут вот тут вот вот эта форма тени до которая здесь у нас есть вокруг нее у нас тень внутри здесь что тень это вам очень много даст потому что вот эта вот линия она к живописности опять же к живописи вам придется рисовать форму и это вам даст знание тона то есть вот у нас что форма за счет темный светлый темный светлый иногда да бывает линия тени как вот здесь но вот смотрите выражается что у нас тень снизу от предмета значит я вижу вот эту форму у наличника я вижу вот эту форму здесь я вижу здесь вот эту форму именно тени мне создают это все да еще раз повторяю то есть вот и так далее то есть это у нас с вами происходит опять же здесь какая-то форма у нас идет не надо брожеванную пищу человеку мы не эти самые не кукушки человек способен додумать что это за предмет благодаря тому как вы правильно работаете с тоном не надо разжевывать и писать наличник узорчик если вы правильно все передали значит у нас уже вы сможете прекрасно объяснить человеку посредством языка света тени то есть где у нас здесь тень потом у меня здесь разница я просто вам сейчас как пример показываю до чтобы вы потом сами этим занимались уже здесь тени на у нас опа опа то есть я понимаю вот эту форму можно где-то поаккуратнее где-то вот здесь тенюшка далее я понимаю что у нас здесь за форма и так далее здесь 2 такая же присутствует правильно передали правильно будет реалистично нарисовано у вас все точно так же здесь какие-то узорчики нет если хотите опять же говорю если в живописи хотите развиваться дальше то нужно работать с тоном то есть хватит этих бесконечных линий везде все обводить одна отводка сплошная нет понимания тона а потом когда рисуете акварель у нас получается что мы не понимаем где светлое где темное как с тоном работать какая-то не неизвестная штука вот так с тоном работать вот я сейчас я не пытаюсь вам ставить как-то карандаш вы научитесь сначала вот определять темное светлое прорисовывать как умеете пока я к сожалению не смогу каждому потому что ставить руку нужно визуально видя как вы рисуете как вы это делаете понимаете поэтому здесь штриховка может быть разное там правильно неправильно научитесь хотя бы понимать это в голове а практика будет набиваться таким образом нарабатываться так хорошую школу для рисования для дошкольников не детей не дошкольников не школьников я не преподаю им ничего не посоветую другая методика совершенно отличается от взрослых восприятие критики отличается от взрослых я с детьми работала много сейчас я не посоветую вам ничего и так поняли да с наличниками совсем мы разобрались еще раз я буду повторять вот это чувствую бесконечно потому что будет все время вопросы так что не обводить точно точно не обводить а уроки бесплатные а точно бесплатные а совсем совсем бесплатные а сколько стоит я просто вчера уже честно было очень смешно но это мило конечно и так давайте с вами разберемся по храмам такая небольшая лекция будет для того чтобы понять какие ошибки то есть мы сначала с вами разберемся в тех самых особенностях формы что отличает одних от других какие ошибки могут совершаться и зачем нам это для того чтобы в целом рисовать потом правильно значит у нас в древней русской до архитектуре она у нас была крестово-купольная шатровая и было все-таки барокко в какой-то момент она присутствует мы сейчас с вами все посмотрим но у нас вот в такой вот домонгольский период и начало это все таки у нас шлемовидная форма куполов я сейчас буду говорить о куполах то есть это шлемовидные купола это называется у нас глава купола давайте так а то на чем он стоит это у нас барабан да как ни странно цилиндрическая основа называется барабан значит так у нас далее помимо шлемовидных куполов у нас есть луковичные купола то есть когда у нас появляется такая луковка и вот с ней больше всех проблем всегда мы посмотрим обязательно значит луковичные купола и у нас есть шатровая архитектура то есть это когда у нас появляется иногда с луковичка иногда без то есть это у нас шатровая архитектура значит шатровая архитектура она существовала не очень долго она у нас существовала где-то до середины семнадцатого века то есть она где-то в пятнадцатом ну вот в шестнадцатых семнадцатых по разным источникам по разным источникам то есть вот она где-то около века существовала и потом шатровая архитектура будет присутствовать в новорусском стиле тоже но это уже будет девятнадцатый век мы к этому вернемся но пока вот она закончилась середине 17 если говорить о шлемовидных куполах и луковичных куполах то вот здесь не ясно когда шлемовидные перешли в луковичные собственно шлемовидные купола они у нас из византии до византия и именно они ну как бы первые такие и основательные они выглядят немножко по-другому сейчас мы с вами посмотрим на вот на примерах да и чем они у нас отличаются целом ну исторически вот если я искала в разных информациях в разных источниках действительно непонятно когда у нас то есть это у нас где-то одиннадцатый двенадцатый век и вот посередине то есть у нас до сих пор строились такие же и шлемовидные есть некоторых церквей но они такие немножко стилизованные и это все-таки более такой классический вариант византии уже луковичные купола они конечно символизируют такой огонь свечи и ну маковицы да то есть наши луковичные купола это маковицы по-другому да они уже тринадцатом веке где-то появились да появились но кто-то они уже активно в пятнадцатом тринадцатый пятнадцатый век они работают но у нас ну часть из историков считает что это собственно мусульманская тема я сейчас покажу почему то есть что они у нас появились в части тоже но опять часть считает что это собственно наше изобретение не берусь за историческую справку просто показываю разницу формы давайте тогда так значит над барабаном у нас глава да то есть сама луковичная глава либо голова шлемовидного купола нас находится значит сейчас посмотрим эти варианты то есть я называю вот вот у нас есть да вот такие это тоже луковичные но вот смотрите от шлемовидной к луковичной идет очень сильная такая градация когда вот они очень похожи на шлемы но не шлемы в классическом то есть это луковица не сильно она такой знаете урезанная урезанная то есть вот такая то есть она не имеет вот этой формы сейчас я объясню почему и что вот вот такое знаете такой до основания а она как будто бы срезана то есть самая широкая часть вот здесь да то есть это вот От совсем таких простых до вот шлем, и дальше у нас вот такая луковица. Вот я сейчас показываю вот такую простую форму, это важно. Значит, вот опять же у нас здесь проявляется, тут это хорошо видно, потому что вот такой более шлем, да, вот, и все-таки самая широкая часть у нас уже над, у других куполов. Обязательно посмотрим, обязательно смотрите, есть вот такая форма, это уже луковичные купола, это скорее исключение. Объясню, вот, кстати, Георгиевский собор в Юрии в Польском перестраивался, к сожалению, он был почти уничтожен, и перестраивался, это уже более перестроенная версия, не все чертежи сохранились. И здесь, если мы посмотрим, вот, например, один из самых, да, старых, это Дмитриевский собор во Владимире, я здесь специально с подписями оставила и гуглила с подписями, чтобы вам было видно, это 12 век, это вот характерный шлем. Успенский собор во Владимире тоже, вот, чем отличается, да, шлемовидная постройка, еще раз, да, даже нарисую чуть-чуть побольше, то есть это когда-либо вот такой у нас купол входит в барабан, то есть вот здесь, как в Дмитриевском соборе, несмотря на все, да, вот таким образом, либо он у нас более такой очевидная маковка, то есть она все-таки не совсем округлая, она чуть-чуть уже более вытянутая, но ее широкая часть вот здесь, ну, то есть она до основания барабана невысоко, то есть близко к основанию барабана. У нас называется это глава, ну, если так, глава и барабан, значит, вот так, ну, и к шатровой мы перейдем, и сама луковица тоже, она, а у луковицы такой у нас чуть-чуть повыше вот эта широкая часть, да, то есть уже ближе к луковице, но мы ее отдельно построим чуть-чуть попозже. Я просто сейчас вам показываю примеры, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Сейчас, вот здесь тоже хорошие примеры. Это у нас все равно ближе к шлевовидной, да, то есть больше похоже на шлем, то есть они не сужаются. Вот здесь у нас характерная луковица. Я просто к тому, что вы сразу понимали, к какому веку относится у нас церковь. То есть есть всегда характерные особенности церквей и времени постройки, и это важно для того, чтобы передать что? Нашу историю, которую мы хотим рассказать. Как только у нас случайно у церкви покрова на Нерли, не знаю, появляется, либо, не знаю, ну шатер вряд ли появится, но вот эти довольно близкие. Другая форма куполов, то мы сразу понимаем, что у нас вообще история из другой книжки, понимаете? Что мы делаем? То есть мы наплевательским отношением к форме, наплевательски относимся к исторической справке. То есть форма создана не просто так, форма, она о чем-то говорит, форма вам рассказывает историю. И эту историю, ну, все-таки хочется уважать как-то, да, это важно. Есть, я сейчас вот отдельно, есть купола в стиле барокко, там вот совсем, знаете, вот так вот, вот так, прям она такая, ее прям, вот такая главка, да, у нас. То есть он вот, и это уже барокко будет. Это уже у нас 18-й, да, то есть это у нас 17-й, да, вот. Это уже совсем такая, то есть она очень широкая, непропорционально относительно высоты. То есть у нас совсем отличается. С избами было легче, хорошо, что конспектируем, а дальше еще сложнее будет, так что не переживайте. Так конспекты и нужны, если вы не зарисовываете. Какие же мы художники-то, екаломные. Вот ругаюсь постоянно, потому что, ну, такие, я сейчас все запомню, так самая практика-то вот она, вот она эта практика. Все зарисовываем, все записываем, все. Значит, далее, я просто вам покажу. И вот я посмотрела, специально нашла чертежи, да, как строится купол. Сейчас я буду вас немножко развлекать, поэтому я, значит, вот строится, у него есть определенные пропорции, определенная форма. Самый важный момент, это чтобы у нас, ну, я не знаю, а так сейчас, чтобы у нас было похоже на правду, да. Вот, к примеру, возьмем нашу прекрасную, да, покрова на Нерли, собор. Тоже, все рисуют, все любят. Очень простая форма, простая, понятная форма барабана. Сейчас, секунду, где-то у меня тут потерялся. Так, значит, простая форма барабана. Вот это у нас закомары называются. Здесь вы точно так же можете прорисовать что? Светотени. Ничем не отличается. То есть мы с вами прорабатываем. Я вам рекомендую взять этот собор, как один из хороших примеров, и прорисовать светотенями всю форму. Здесь она довольно хорошо видна, и вот все эти светотени, то есть опять не, дай бог, линия, а именно светотени. Если вы еще так небом отделите, будет прекрасно. Прекрасно и понятно, что. Я сейчас нарисую его реалистичный, а потом как попало и как рисуют обычно. Так, то же самое здесь. Я не могу этой темы не коснуться, потому что архитектура храмового типа является одной из основных, и она присутствует в России везде. Она везде есть, поэтому мы без нее никуда не денемся, и обязательно нам придется рисовать. И отчасти это может быть часть какого-то пейзажа. Так, ну я сейчас так стилизую немножко. Так, и здесь у нас что? Боковая часть, теневая часть. Там у нас, ну и там части какие-то. К примеру. Так, значит, у нас здесь купол довольно-таки понятный. Ну давайте, ладно, тут нарисуем. То есть вот наш этот какой-то пейзажик. Светотени мы с вами опять не форму, а светотени рисуем. Что случается часто? Так, вот здесь я забыла, поэтому. Значит, что случается часто с куполами? Простите, Господи. Сейчас будем смеяться. Значит, часто наши купола, значит, приобретают вот такую форму. То есть, такие, а что не так с куполом, думаем мы? Сейчас мы с вами будем вместе это определять. Такие, ну я же вот что-то нарисовал. Что-то не так, какой-то наконечник. Наверное, повыше. Честно, это напоминает несколько другое. Знаете, в детстве всем клизму ставили. Простите, верующие, я сейчас не оскорбляю ваши чувства. Я оскорбляю, скорее, может быть, себя как художника, когда мы изображаем неправильную форму действительно важных вещей. Вот. Значит, ничего не имею в виду, но не надо вот в это превращать. Потом, значит, что еще? Еще сильнее. Ну, наверное, думаем, не так сделали, да? Ну, наверное, надо посильнее. Вот так. Сейчас главное, чтобы вы себя там узнали. Арабская ночь. Значит, это у нас агроба сразу. Значит, что не так с куполами? И вроде, ну, мы же рисовали, но он же вот такой же вот. Потом, значит, еще вот такое видела. Это уже прям, знаете, сел кто-то. Сел кто-то и раздавил. Так, да-да-да. Вижу, сердечки полетели, значит, узнали. Значит, это кто-то раздавил купол. Прям вот так вот, прям хорошо. Значит, ну, я могу до бесконечности продолжать, на самом деле, вот разные. Но суть вы уловили. Да, это у нас вот вообще все вот туда, что-то мы дотянули не так. Это, короче, три типа того, как рисовать не надо. Это неправильный вариант. Это, давайте, правильный вариант. Это неправильный вариант. Неправильный. И зарисовываем все в скетчбуке обязательно себе. Потому что катастрофа. Я вообще начала храмовую архитектуру только ради куполов. Это прям реальная катастрофа. Это прям реальная проблема. И, как бы, что не так, и почему, и как происходит. Значит, как обычно выглядит. Вот здесь очень хорошо. Я специально нашла определенный чертеж, такой классический. Ну, это тут какая-то компания чертит. Но давайте мы вот посмотрим. Вот. Как выглядит купол с крестом и цилиндрическим подкупольным барабаном. Значит, причем мы берем с вами уже явно. Если с шлемовидными куполами все понятно, то есть они у нас практически не выступают. Но их форма, я вот, давайте, ладно, все понятно, да не все понятно. Значит, со шлемовидными проще, потому что они не сильно выступают. И я рекомендую рисовать их в виде треугольничка. И потом чуть-чуть вот эту вот линию выравнивать, то есть каким-то таким образом. То есть здесь мы с вами почти прямая линия, почти прямая линия. И чуть-чуть взяли, вытянули ее наверх. Таким образом у нас получился шлем, самая толстая зона вот тут. Здесь есть небольшое сужение до барабана. Обязательно. Часто еще вот есть такие формы. Ну, таким образом. Получился шлемовидный купол. Ну, если мы посмотрим на нашу маковку. И вот здесь есть, почему я нашла это хорошо, с размерами. Вот ширина маковки 600. Ширина барабана, ну, не считаем, что вот он здесь сужается. Это архитектурная особенность. Но вот, допустим, он не сужается. 510. Значит, 600 минус 510, это у нас 900. На сторону у нас получается по 45. Это 4,5 сантиметра. Это вот вообще вот столько. К чему я это веду? К тому, что сам купол, да, вот наш купол, который у нас присутствует, он не так сильно выступает за границы барабана. То есть он всегда идет на сужение сюда. Да, потом у него будет присутствовать юбочка такая. И даже если у него какая-то несложная форма здесь, а сразу наступает барабан. то вот эта разница, вот эта разница, она минимальная, минимальная разница. Да, существуют исключения. Но это, понимаете, исключения как в одну, так и в другую сторону, они присутствуют. Но это в большинстве своем, да, вот здесь мы, давайте, луковичные кольки, луковица нарисуем. И опять рекомендую вам рисовать через ровные линии. То есть ровная линия идет, снова ровная линия, никаких вот этих вот изгибающихся. Там прямая линия, прямая сюда, прямая сюда, далее скругление, и чуть-чуть вот так присобрали наверх. Так получился у нас купол. Всегда идет сужение, юбочка. Сейчас мы посмотрим, как я это узнала. Просто смотрела, очень много наблюдала и смотрела. Значит, выступ. Какая у нас особенность? Особенность у... Ну, у маковок, давайте, луковичных, да, луковичных куполов. Выступ. Маковки. За барабан. Небольшой. Или нет вовсе. Вот тут всегда присутствует под маковкой. Присутствует сужение. Конечно, сохраню. Вот здесь, всегда. И именно за счет сужения, то есть именно за счет сужения возникает визуальный эффект, что маковка больше, больше барабана. Намного. То есть это визуальный эффект. Хотя здесь, если мы проведем линию, вот смотрите, тут расстояние просто очень маленькое. То есть мы на чертежах можем посмотреть, на чертежах с построением, да, потому что храмов, естественно, бывает. Но разница не такая огромная, как мы рисуем. Разница возникает лишь за счет вот этого сужения, сужения. Давайте посмотрим на реальных куполах. Даже в шлемовидных, видите, вот этот вот сужение у нас присутствует здесь. И тогда получается главка. Когда сужения нет, то есть у нас здесь, давайте, особенность, да, у нас первая. Самая широкая часть меньше ширины барабана. Меньше или равна ширине барабана. Сужение под главой нет. И третье. Невысокая, небольшая высота. То есть высота, давайте так, высота не больше ширины. И здесь практически то же самое. То есть здесь приблизительно то же самое, только у нас присутствует. Ну, нет, давайте так. Самая, давайте, лучше пропишем, а то знаю я. Самая широкая часть чуть больше ширины барабана и выше основания. То есть здесь, если она вот тут, далее вот здесь. То есть это по мере роста архитектуры крестово-купольной. Значит, больше ширины барабана и выше основания. И, значит, сужение под главой небольшое. Третье. Здесь тоже высота не больше ширины. Ну, то есть она практически равна. Вот здесь вот высота больше, чем ширина. Почему это важно? Сейчас я вам покажу, что я имею в виду относительно высот. Например, если мы возьмем, да, чтобы у нас арабская ночь не получилась. Ой. Внезапно. Если мы возьмем мечети, вы видите, что присутствует тоже ощущение, да? То есть, ну, я не буду говорить, что форма. Здесь есть еще вот эта, да, седловинка небольшая, но здесь практически прямые линии. Мы видим, что как только у нас получается вот такой округлый, высокий, я это все вот в высоту засунула. То у нас сразу получается не православный храм, а храм уже, ну, собственно, мечеть. Значит, вот есть даже отдельно купола, я нашла, да, это вот мечети в Дели, в Агре. То есть, как они выглядят. И вот чтобы у нас вот этот, вот этот шлемовидный не превратился вот в этот, да. То есть, чтобы мы правильно, правильно, ничего плохого нету. Но если вы у православного храма рисуете вдруг неправославную верхушку, то, наверное, это неправильно. Это с точки зрения этики и, в конце концов, с точки зрения вообще рисования. Вы рассказываете, что неправильную историю. Я в тихом восторге, Настя, такой анализ и выкладка. Спасибо вам. Я старалась. Значит, вот получается у нас. Если мы еще раз, давайте с вами посмотрим. Вот смотрим, вот прям классическая такая у нас маковка. Да, вот этот переход от шлемовидных к маковкам. Вы посмотрите, насколько не шире маковка у нас, чем барабан. Есть сужение, из-за этого есть этот эффект. Но не шире. Ну, то есть, шире, но чуть-чуть. То есть, понимаете, гораздо естественнее будет, гораздо естественнее будет, если вы нарисуете практически по одной ширине, понимаете, чем если вы нарисуете вот так. Это у вас какой-то сразу восточный колорит, совершенно не тот. Либо если вы по одной ширине, но нарисуете вот с таким, да, седлом, то кто-то на нее сел. Нам нужно с вами, по сути, луковица. Луковица, да, луковица. Это ключевое, что нужно запомнить. Луковица. Так вот, луковица, да, вот у нас вот такой вот у нас лучок, да. Вот. Это в простом, простой раскладке у нас получается вот такая с вами луковица. А потом мы можем немножко сгладить здесь форму. Но идем мы от такого треугольничка, да, скругленного здесь. То есть у нас с вами получается треугольник. Мы скругляем здесь, и здесь, и здесь. И у нас в итоге строится луковица, да. Давайте еще здесь я нарисую. Это на всякий случай. То есть у нас с вами прям практически треугольник. Я упрощенно делаю. Есть больше. Вы можете в интернете найти схемы по тому, как строится. Я уже здесь показала правильно через круги, через формулы, да, наша главка. Но суть такая, да. И вот у нас получается чуть-чуть они приземистые. Понятно, что когда мы смотрим снизу, снизу мы стоим смотрим, у нас возникает вот это ощущение, да, что она там такая приплюснутая. Но помните, когда вы стоите издалека и вы рисуете пейзажи, как правило, издалека, то вот этого ощущения приплюснутости не будет. А самое главное, как оно решается? Одним легким способом. Здесь делается объем светотени. То есть тут темнее, потому что тут объем у этой формы. Здесь светлее. И прорисовывается вот таким образом. Смотрите, общую форму я не меняла, но ощущение создается, что у нас эта форма есть. То есть все, она у нас сюда идет. То есть нам надо, форма создается светотенью. Иначе у нас с вами вот эти вот постоянно, то есть это неправильно. И давайте дорисую. То есть какая у нас здесь ошибка? Первое вытянули, да, куда-то непонятно. Лук, конечно, но не тот. Да, то есть это у нас ошибка. У нас здесь опять с вами какая основная ошибка? То есть мы основную форму с вами нарушили, что она у нас вышла за границы. Это мы нарушили, что высота у нас больше, вот в этом случае, да. Но здесь слишком большая высота. Здесь у нас вышла за границы. А тут у нас еще и вот это седлом село, да. То есть вот такая. Я утрирую, конечно. Но я видела такие, поверьте мне, рисунки. То есть нам важно, что у нас форма создается светотенью тоже. То есть там нету прям огромного вот такого. Какой же полезный урок. Мне даже в голову не приходило о важности таких моментов в архитектуре. Я хочу сказать, что, понимаете, когда вы не изучаете натуру, да, вы просто думаете, а сойдет. Вы нарушаете ее историю. Все имеет смысл. Все очень важно с точки зрения того, что в это вкладывали. Мы сейчас с вами еще будет небольшая часть лекции про церкви. Я продолжу. И не пренебрегайте просто трудом других людей. Это самое важное. Потому что, ну, уважайте других. Если они старались, они создавали архитектуру, то это действительно важно. Иначе что? Иначе, когда мы не изучаем особенности, простите меня, но когда мы не изучаем особенности и не понимаем пропорции, потом вот создается вот такая архитектура, являющаяся, ну, я так не буду громко сейчас очень грустно выражаться, но я думаю, что всем понятно. И только именно правильные пропорции и соблюдение канонов определенных создает вот нормальную архитектуру, а не вот это. Что здесь не так, мы с вами разберем, когда будем разбирать европейскую архитектуру. Потому что это немного пародия на европейское зодчество. Вот. Поэтому это очень важно. Давайте здесь продолжим. Тоже посмотрите внимательно на маковки. Да, на больших они чуть-чуть есть. Но когда мы смотрим издалека, эта разница, она не такая огромная будет нам казаться. То есть у нас арабская вот такая история или какая-то, ну, я не знаю, даже это не арабская история, это из сказки Аладдин. Давайте назовем это Аладдин. Вот у нас такой агробы там не получается, да. А если мы посмотрим на вот эти храмы, мы увидим, что там вообще не присутствуют. Они небольшие, низкие. Здесь всегда прямая линия, даже если форма как-то меняется. Да, вот здесь она чуть повыше, чуть пониже. Но мы всегда, смотрите, рисуем треугольничек какой-то с прямой, прямая линия. Здесь прямая, тут прямая. Небольшое, небольшое возвышение, прямое скругление, да. Но у нас вот этого прогиба нет. Прогиба нет. То есть даже какая бы она у нас там не была сложная, и ширина у нас почти соответствует. То есть таким образом получается правильная форма. То есть у нас нет прогиба вниз. Его не бывает. Это бывает только часто. Может иногда случиться в барокко. Но мы не барокко с вами рисуем, опять же. То есть если мы хотим, мы хотим нарисовать реалистичную церковь. И представляете, я сейчас вот так возьму, и вот сюда вот такой купол. И что будет? Это не будет соответствовать. То есть это все равно, что я взяла человеку и нарисовала третий глаз или хвост. И это уже не человек. Мы сегодня с вами разговаривали. У него будет одна нога или две. То есть вы взяли просто, и не изучив, не подумав, взяли и превратили, ну, как бы красивое произведение искусства в чудовище. Уважайте его, пожалуйста. Просто изучайте форму того объекта, которым вы, и еще желательно его как-то историцизм. Да, каким образом? И откуда эта форма пошла? Значит, еще раз. Здесь довольно несложно. То есть первый домонгольский период от Византии у нас пошли шлемовидные купола. Да, они вот немножко модифицировались. То есть они стали уже дальше в луковичные. Луковичные присутствуют и сейчас. Есть еще и шатровая архитектура. Она отдельно. Она присутствовала вот где-то у нас 16-17 век до середины 17 века. Ее немного, но она присутствует. Так. Здесь я отдельно похожу, что я имею в виду. Вот тут, когда мне скажут, ну вот, есть же маховки широкие. Здесь больше шатровой архитектуры. Видите, присутствует шатер. И на таких историях при шатровой архитектуре, да, присутствуют расширенные главки. То есть, запомнили, здесь будут расширенные. То есть они там большие, они маковками сидят. Но при присутствии именно шатра внизу. Отдельно хочу заметить, да, и отдельно выделить. Вот опять же у нас шатер. Здесь расширенная такая глава. Не буду отдельно останавливаться. Вы можете прочитать про собор Василия Блаженного. Это скорее исключение из правил вообще, в принципе, архитектуры российской. Так что он отдельно и идет отдельно. Изучать его нужно отдельно. Поэтому это нестандартное решение. Также глава вот необычная и расширенная присутствует на деревянном зодчестве. То есть мы можем для себя, да, то есть исключение. Это у нас широкая будет глава на шатровых, на вершиях, да, храмах. И часто в деревянном зодчестве тоже. Но тут нужно наблюдать. Она бывает вот такая, и она бывает наоборот суженная. То есть она такая вот высокенькая на деревянных, да. То есть она тоже присутствует здесь. Это если посмотреть кижи и деревянное зодчество. Это тоже исключение, скорее, такое из... Я вам советую, безусловно, просто как художник художнику, чтобы не избегать вот таких ошибок, просто чуть упрощайте. Не делайте очень широкую, да, луковицу. Делайте ее более естественной формой. Это будет классическая среднерусская архитектура, которая попадает под вот этот классический период. То есть как только вы делаете какую-то такую вот хитрую, это сразу очень узкий период времени. И он может, ну, не соответствовать вообще вашей идее тому, что вы хотите рисовать. Поэтому это стоит тоже, да, учитывать. Так, я сейчас что-то искала. У меня тут уже под следующий урок. Да, собственно, вот, наверное, все основные я показала. Ну, вы можете какие угодно еще, да, наши храмы посмотреть. Хочу вам рассказать. Тогда у нас будет историческая справка относительно вообще куполов. Это очень интересно. Тоже рекомендую записать себе. В целом, значит, относительно креста, я думаю, вы знаете. Немножко вам расскажу, значит, что у нас крест. У нас есть шестиконечный классический православный крест и есть восьмиконечный. Если говорить восьмиконечный, да, восьмиконечный, то он располагается таким образом, что вот здесь вверху север, вот здесь юг. Если вы видите крест, я вообще рекомендую, чтобы, если вы рисуете какую-то церковь, то есть моя рекомендация, либо, если вы рисуете ее точно, то тогда точно подойдите и посмотрите, пожалуйста, как выглядит крест. Если не точно, то вот так вот с сухим штрихом делаете шестиконечный крест, хотя бы это действительно будет соответствовать православному храму, потому что юг-север начинаете перепутать, перепутывать тоже будет не очень хорошо. Потом вот здесь также присутствует, значит, полумесяц часто присутствует. Это никакая не отсылка к, не знаю, там, к восточным, да, это отчасти государственный знак Византии и царская власть. То есть то, что говорит, что церковь, давайте здесь напишем это государство, ну, до определенного времени, да, сначала Византия и царская власть. То есть, что, собственно, церковь, это принадлежит самому, да, высшему. Вот. Я далее хочу вам рассказать про интересный момент, который присутствует. Я думаю, что это просто в лекции, чуть-чуть отвлечетесь. Значит, если купола золотые, то есть золотые, то это значит, что церковь посвящена Христу. Вообще это просто интересно и важно. И церковным праздником. Если церковь синяя со звездами, это Богородица. То есть все не просто так. Все церкви говорят на определенном языке. Все формы говорят на определенном языке. Все цвета говорят на определенном языке. Зная этот язык, можно ориентироваться в этом мире гораздо лучше. Исключение синяя со звездами. Синие купола у Троицкого собора в Петербурге есть. И там, собственно, купола, они не потому, что он Богородица, а потому, что цвета императорской гвардии были синие. Офицеры носили синие кители, синюю форму, поэтому там синие купола. Вот, но отличается. Значит, зеленый – это у нас Святая Троица. Серебряные купола – это значит, что посвящено святым. Чёрные у монастырских храмов. Цветные купола – это красота, считается, что красота небесного Иерусалима. Считается также, что, да, сферические купола – это, ну, как бы, аллегория с вечностью. Луковица – как молитва и как свеча, я уже об этом говорила. И шатёр – это образ Богородицы и света. Давайте сейчас мы с вами сначала это запишем, а потом посмотрим и сравним. Вы так будете больше знать. То есть часто ещё бывает один, два, три купола, четыре, пять. Один купол – это у нас единство Бога. Два – это у нас божественное. Нет, это я не являюсь православным человеком, но я считаю, что нужно изучать культуру для того, чтобы понимать, собственно, что. Так, божественное и человеческая природа. Понимать, что ты рисуешь, где ты живёшь вообще Христа. Так, три – это у нас Святая Троица. Четыре. А, четыре не бывает, прошу прощения. Пять – это у нас Иисус и, собственно, Иоанн, Марк, Лука и Матвей. Матвей. Так, семь. Это у нас семь. Это у нас Вселенские соборы, на которых, собственно, было принято. Или семь церковных таинств. Девять, девять ангельских чинов. Тринадцать. Это у нас. Просто, знаете, рисуют церкви, я всё время, или рисуют здания. Мы сейчас с вами не только про церкви будем, мы также про каждое здание. Просто очень важно, запоминайте и знайте, что вы вообще делаете. Иисус плюс двенадцать апостолов. Можете говорить на этом языке. Двадцать пять. Похвала Пресвятой Богородице. Даже двадцать пять, представляете, бывает. Тридцать три, я думаю, вы все знаете. Это годы жизни Христа. Встречаются, бывают исключения, но они встречаются редко. Значит, а теперь давайте с вами проанализируем, да, что же у нас тут. Если у нас золотые купола, и вот сколько их здесь? Раз, два, три, четыре, пять. То есть у нас эта церковь посвящена Христу, церковным праздникам. И, собственно, Иисус, да, вот Лука, Матфей. То есть всем нашим. Бывает также, да, у нас когда серебряные посвящена святым и золотые Христу. То есть у нас центральный золотой и серебряные по кругу. И их тоже пять, собственно, как и здесь. То есть мы можем с вами определять. Например, вот сейчас у меня здесь было сохранено. Где-то был пример с двумя. Ладно. Так, про цветные мы понимаем уже тоже с вами. Значит, здесь у нас больше, да. То есть здесь не видно всех. Так, возможно, у нас как раз семь. Так, вот. Вот, например, синие с золотыми, да. Мы сразу видим, что посвящено кому? Богоматери. То есть мы сможем с вами по определенным, по цветам определять, что же это за церковь, кому она посвящена, зачем она, собственно, построена. Часто. То есть вы можете определить это. И это тоже, ну, как говорится, к знаниям плюс даст. А самое главное, что внезапно у вас не появится какая-то другая церковь или другой формы, да. То есть все цвета, они что-то значат. На церквях я вам рекомендую не менять цвета куполов, потому что вы взяли, захотели, у вас был синий, захотели, там, не знаю, зеленый. И вы взяли, и понимаете, я к чему вот это все, я рассказываю не просто так, а для того, чтобы вы понимали, что поменяли цвет, поменялось значение, поменялся смысл. Убрали пару куполов, и как бы все, тоже не совсем. И вы немножко набрали. То есть то, что можно в архитектуре, не знаю, там, убрали пару окон в здании, не страшно. Убрали там, не знаю, что-то сдвинули, не страшно. То тут это имеет значение. Я вам к этому показываю. Это можно запомнить, можно не запоминать. Самое главное, чтобы вы знали, что это имеет значение. И тоже, что важно, то есть не меняем цвета и количество куполов при рисовании. Иначе это будет не то здание, не того века и, собственно, не того значения. Уважайте другую или чужую свою религию, свою тем более, чужую еще, наверное, ответственнее, потому что не разбираетесь, когда в этом. Вот. Это то, что у нас важно. И последнее, что я сегодня вам, наверное, хотела рассказать немножко. Это относится к новорусскому стилю. Новорусский или псевдорусский, да? Так, писал уж хорошо. Он присутствует у нас в уже девятнадцатом-двадцатом веке. Ну, давайте, да, в девятнадцатом-двадцатом веках. И он довольно распространен в России. Это тот стиль, который мы придумали, и не все знают о том, что он именно такой. Характерные особенности этого стиля – то, что у нас взяты самые основные элементы, и они везде практически присутствуют. То есть особенность – это обычно шатровость. Ну, я так сразу скажу, потому что шатры будут присутствовать. Шатровая часть архитектуры будет присутствовать. Очень характерный вот этот вот вход практически всегда. Сейчас карандашик возьму. Там, не знаю, с разными. Вы его сразу определите, если увидите. То есть этот вот вход, который присутствовал когда-то в палатах. Но таких палат практически в оригинале не сохранилось. И, как правило, это еще какая-нибудь такая, такой переход на второй этаж с пролетами. Я думаю, вы все понимаете, о чем я говорю. Я отдельно на этом стиле останавливаться не буду. Есть такие, сейчас покажу. У него очень много от, соответственно, нашего древнерусской архитектуры. То есть у нас будет здесь тоже шатровость. У нас будут, то есть шатровость объединяет и с храмовой архитектурой. И также у нас будут наличники часто. Или какие-то такие формы, или какие-то такие псевдоналичники из камня. То есть форма, создающая наличники. Или имитирующая. И, как правило, он богато украшен элементами. Богато украшен элементами. И красный цвет, конечно же. Я думаю, что... Так, вы там, кто меня слушает? Все, уже почти ушли. Значит, вот он, псевдорусский стиль наш. Это у нас... Господи, боже мой. Все, исторический музей в Москве. Это тоже у нас... Забыла, видимо, сейчас посольство. Присутствует, видите, да? Вот этот вот. И очень богато украшенный. Присутствует красный. Это, конечно же, Тимирязевский у нас музей. Который мы тут как-то рисовали. Тоже присутствует. Здесь, вот видите, две. Даже вот два таких элемента. Иногда один. Но тут вот как раз видно вот этот переход на второй этаж. Потому что сений и вход, он был на второй этаж. То есть, как правило. И важно, что вот этот вот вход выдвинут вперед от здания. То есть, вход выдвинут вперед от здания. То есть, что нам... Мы с вами абсолютно так же определили. То есть, что у нас шатер. Шатер, когда у нас соединяется с вот такими элементами, богато украшенными, наличники у нас будут присутствовать. И вход выдвинут вперед от здания. Это нам создает такой вот русский, псевдо-русский стиль. Вот здесь почему-то не прогружается сегодня. Не хочет, не хочет. Сейчас должно. Ну, так. А, да, посольство Франции. Ну, там видно. Вот флаг. Да, я уже это... Вот. То есть, видите, имитация наличников присутствующих, да, таких. Но больше через камень, через уже какие-то формы. То есть, создается уже за счет архитектурных элементов. Потому что здание каменное. Каменное красного кирпича. Но форма имитирует форму наличников в том числе. То есть, вот этот момент, он присутствует... Ну, да. Вот у меня как бы характерные примеры. Не буду, говорю, отдельно на этом стиле останавливаться. Он очень похож на, в принципе, все, что мы предыдущие смотрели. То есть, у нас будет с вами соединяться все. Значит, ДЗ, не дала ДЗ по храмам, да. По храмам давайте у нас тоже будет ДЗ. Это проанализировать 20, ну не меньше, да, различных храмов. Нарисовать себе по яркому представителю от каждой, ну, временной зоны и стиля куполов. Ну, то есть, это у нас их три основных, да. Это у нас шлемовидные, луковичные и шатровые. К шатровым дам подсказку. У нас относится коломенское в основном. Вот у нас шатровый тоже. Но есть и другие примеры. То есть, нарисовать, опять же, используя работу с пятном. Света тени. То есть, чтобы создать форму за счет света теней. От самых простых до более сложных. Но за счет тона, за счет вы можете использовать карандаш, ручку, что угодно. Что вам нравится, то используйте. Суть должна быть как раз одна. Опять же, проверять не буду. Это для вас. Проверю я в конце. Может быть, выборочно кого-то отдельно. И по всевдорусскому задание давать не буду. Но по желанию, это как бы дополнительное, да. Это нарисовать, найти пять примеров псевдорусского, новорусского стиля. Ну, просто он по-разному везде называется. Я поэтому так... Там у нас есть и Новорусская барокко, и, в общем, разное. Начнете искать. Я все-таки вас просто... Даю вам краткую историческую справку. Иначе можно сойти с ума. Потому что там действительно есть куда покопать. Вот. И нарисовать один из них. За счет света тени. Так. Вот что нам с вами... Вот мы сегодня исписали. Я лично. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И еще кучу листов вот таким образом тоже, да. То есть еще здесь и отрисовала. Потратив, в принципе, ну, два часа времени там с половинкой, да. Для того, чтобы разобраться. На этом мы сегодня постепенно заканчиваем. Я сейчас переключусь на себя. Я планировала еще сегодня классицизм. Но не знаю, поэтому, возможно, ну, то есть сегодня уже не получится. Поэтому, возможно, мы с вами растянем на три занятия. Как будем успевать. Но это действительно важно. Пять страниц с зарисовками. Круто. Это все набивание руки. Что я вам хочу еще раз сказать, да. То есть мы с вами не акварелим. Очень многие из вас уже хорошо рисуют в акварели. Очень уже правильно все делают и технически. Но именно вот этот вот символизм, очень сильное упрощение. Упрощение хорошо, но надо знать, где упрощать. Мы с вами как раз учимся понимать, где важные особенности, а что можно упростить, на что обратить внимание, а что не важно. Потому что часто мы разбиваемся вот о том, что а что упрощать, это важно или не важно. Так важно это то, что отличает их, как правило, один, два, три, ну, четыре, не знаю, максимум, что отличает этот предмет от любого другого предмета. То есть мы поняли с вами, исходя из изб, да, так, да, могла прикрыть микрофон, прошу прощения, но тут просто никак не стоит по-другому. Вот, мы с вами поняли, исходя из изб, что можно взять, сейчас прошу прощения, и нарисовать просто, но не передать, что это, да, но при этом мы можем точные особенности вычленять, и тогда понимать, что это изба там такого-то времени, такого-то там, не знаю, то есть вы расскажете эту историю, а если человек ее не знает, он благодаря вам научится. А если он ее знает, то он скажет, боже, какой умный художник, он понимает, что он рисует, он не вслепую рисует. Это важно, потому что каждые такие нюансы рассказывают, ну, говорят о вашей образованности. Я все-таки не считаю, что нужно всем, ну, не знаю, там, не надо учиться, учишь, чешешь, я считаю, это ведет к деградации, да. Поэтому надо развиваться, столько интересного в мире, вот мы сегодня с вами познакомились с языком церквей в том числе. В следующий раз, возможно, увидев какую-то церковь с куполами, я, кстати, дам вам домашнее задание, вы можете, вот у меня здесь, кстати, церковь посвящена Богородице, рядом находится, вы можете просто найти самую знакомую церковь и разобрать, например, ее по цвету куполов, и потом узнать ее название, и определить, собственно, так ли это было, то есть тому ли посвящена, и все ли вы правильно определили. Это действительно интересно, и благодаря этому вы будете совершать меньше ошибок. И самое главное, ну да, в построении церквей вам в любом случае они пригодятся, потому что, ну, рисуя нашу среднюю полосу, всегда будут какие-то православные храмы, а мы с вами еще на европейской архитектуре Западной Европы еще отдельно остановимся, там есть свои особенности, там тоже есть купола и у католических церквей, просто на базе вот этого будет понятнее, что я вообще имею в виду, и очень важно как раз понимать, как нам так изобразить, чтобы это было понятно, что это, да, как изобразить человека, чтобы он был человеком, как изобразить церковь, чтобы она была церковью. Я вам сказала основные ошибки, особенности. Вот, в принципе, чем больше вы будете сами наблюдать и практиковаться, тем больше вы будете вот этих нюансов вычленять, но иначе мы с вами просто вот, не знаю, будем очень-очень долго делать, и это будет кашей в голове, поэтому я вам хочу, чтобы вот у вас хотя бы зародить вам любовь к пониманию, что вы делаете, чтобы это было небездумно, и тогда вы сможете потом... О, хочу там, не знаю, покрова на Нерли нарисовать. Вспомню, у нее был черный купол один, да, то есть вот как бы я помню вот так вот, ага, вот это, то есть вы можете рисовать из головы, понимаете, благодаря своим знаниям, запоминаниям. Это называется насмотренность. Невозможно рисовать предмет из головы, когда не знаете, какой формы он, какие особенности формы у него, какие у него, не знаю, ну вот, как он на самом деле выглядит. Мы с вами в следующий раз будем разговаривать про классицизм, и вроде классицизм, да каждый день все видят, но это, знаете, такое ощущение, что мы рисуем как бы два глаза, а нос человеку забываем нарисовать и думаем, смотрим, что это не то, ну непонятно, что не то, ну как бы, ну нет, по-моему, носа, да. Вот, и с классицизмом также там есть такие небольшие особенности, которые мы не рисуем, и такие, о-о-о, вот, все, забыли, и в итоге это приводит к тому, что рисуем одно, а получается другое, да, то есть у нас как бы такой, знаете, человек с жирафей шеей, да, или здание вообще не оттуда, и рисуем, а у нас какой-то совсем бред. Вот, чтобы правильно определять, что это, и определять форму, обязательно рисуйте. Я на этом заканчиваю, спасибо вам, вы можете потом под эфиром писать вопросы какие-то, но я в первую очередь, я буду стараться ответить, возможно, потом обязательно отдельным эфиром я разберу, какие-то ваши работы, поэтому выкладывайте в контакт, и заводите себе большой блокнот. Это ваш вклад в будущее, в будущее вашего же творчества. Чем больше будет насмотренность, тем больше, тем легче будет рисовать из головы, сможете придумать какие угодно избы, какие угодно, там вот, даже базируясь уже на сегодняшнем одном занятии. Вот, поэтому я думаю, что я вас отвлекла, вот, уж точно перегрузила, немножко позанудствовала, но вы уже поняли, какой у нас будет формат, так что я вас обнимаю, желаю вам, да, хорошего дня. Спасибо огромное, Настя Пинок, очень классный. Ну, все, это знаете, когда все думают, что уже все знают, на самом деле всегда есть возможность углубляться в изучение предмета, и нужно знакомиться, вот, вы смотрите, вот, и знакомитесь с этим предметом, с которым вы, это как влюбиться, понимаете, вот, в человеку уже, да, познакомиться с ним. Поэтому, да, я вам тоже желаю вдохновения, радости, добра, вот, обнимаю вас, и до встречи в следующий четверг, сейчас все буду сохранять и, в общем-то, делать все. Рисуйте, это очень нужно сейчас, поверьте, физическое, ментальное здоровье не менее важно, чем физическое. Только с хорошим ментальным здоровьем и внутренним состоянием можно принимать адекватные решения и вообще, в принципе, выживать в тяжелых ситуациях. Поэтому это действительно важно. Все, спасибо, спасибо, всем пока, до встречи. Продолжение следует...